Большое спасибо за добрые слова, но я прежде всего хочу обратиться к вам, к студентам, аспирантам, преподавателям университета. И, естественно, прежде всего поздравляю вас с юбилеем. 250 лет Московскому университету. Это большое событие не только в вузовской среде, но и в жизни страны. В 18 веке, когда университет образовывался, был образован, произошло это, конечно, не случайно. Россия была на подъеме, востребованы были новые люди, новые знания. Это нужно было для развития страны. Мы переживаем примерно похожий период своего развития, об этом чуть позже скажу. Но и сегодня, так же, как во время основания университета, и знания, и новые люди востребованы. Они крайне нужны для развития и для будущего России. У меня вчера, секрета небольшого никакого здесь нет, у меня вчера дома был ректор Петербургского университета. В Петербурге в свой счет идет спор, кто там первый, кто второй. И мы сейчас это с ректором обсуждали, эту историческую проблему. Но факт остается в том, что сразу же, с момента своего основания, Московский университет стал одним из самых ярких символов России. И стал он таким символом, прежде всего, за счет тех людей, которые здесь учились, которые здесь преподавали, занимались творческой и научной деятельностью. И, вы знаете, мне очень приятно было посмотреть сегодня планы развития Московского университета. Построить за год такое великолепное здание, я с ректором согласен, думаю, что по праву, можно сказать, это одна из лучших библиотек в мире. И по внешнему виду, и по оснащенности. 55 тысяч квадратных метров, 55 миллионов томов, прекрасное оборудование, замечательные условия и за год. Но самое главное, даже не в этом, самое главное в том, что у университета прекрасное будущее и замечательные планы развития. Вот мы сейчас посмотрели, что предполагается сделать в ближайшие годы. Это действительно впечатляет, это очень приятно. Но я бы хотел сейчас обратиться к тому, о чем недавно рассказал, только что сказал, по поводу востребованности знаний, востребованности людей, которые являются носителями этих знаний. У нас наверняка вопросы будут, много проблем, конечно, но то, что знания материализуются, то, что они становятся фактором развития производства, это совершенно очевидно. Несмотря на все споры, а если здесь экономисты, они знают, о чем идет речь, все-таки мы пришли к выводу о том, что государство должно напрямую оказать поддержку на развитию высоких технологий, развитию образования, напрямую государственную поддержку. Мы это будем делать и дальше будем делать настойчиво. Разумеется, это невозможно сделать в отрыве от таких научных образовательных центров, как Московский государственный университет. Я знаю, что у вас технопарк работает, работает эффективно уже несколько лет. Это очень хороший пример для других вузов страны. Оборот там уже, по-моему, несколько десятков миллионов долларов. Это очень хороший пример. Я хочу вам пожелать успехов, хочу еще раз от души поздравить вас с праздником. Всего вам доброго. Чтобы закрепить, вообще Татьянин день, день студенчества, это чисто российское изобретение. Наверняка присутствующие в этом зале знают, что он возник в связи с тем, что именно в этот день был образован Московский университет, это день святой Татьяны. И это чисто российское изобретение. Чтобы закрепить его на государственном уровне, я вчера подписал указ об объявлении 25 января в Днем Российского студенчества. Спасибо. Спасибо.